МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Надежда Куликова, начальник управления социализацией и государственной поддержки детства Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! 29 октября был День комсомола. Мы вас с этим поздравляем. Спасибо! Для меня это очень знаковый день. Это день, когда я вспоминаю свою комсомольскую юность, когда я обязательно встречаюсь со своими комсомольскими друзьями. Это действительно праздник, потому что это праздник моей юности. А расскажите, каким комсомол был раньше, с чего все начиналось? Ну, наверное, так. Так как я всегда была в активе комсомольском, то есть я начинала секретарем комсомольской организации Тумской средней школы номер 3 в Клепиковском районе. Ну и последние годы я была профессиональным комсомольским работником, поэтому для меня комсомол – это всегда интересные дела, это активность, это интересные люди, это мои друзья, которые сопровождают всю мою жизнь. Поэтому, наверное, комсомол мне дал тот заряд активности, который до сих пор в моей жизни. И, наверное, еще комсомол мне подарил моих прекрасных друзей. И мои друзья сейчас живут во всей стране. И поздравлять с днем рождения комсомола меня начали в ноль часов, потому что друзья, с которыми я училась в Москве, в высшей комсомольской школе, начиная с Сахалина живут. Поэтому вот эту дружбу мы сохранили, мы прекрасно общаемся. Нас не разделило ни время, нас не разделили границы, потому что сейчас это разное государство. Раньше был Советский Союз. Вот такая сильная у нас комсомольская дружба, которая нас поддерживает до сих пор. Ну и, наверное, главный подарок комсомола мне – это лагерь «Рубин». Лагерь, который был лагерем актива. То есть сейчас это лагерь актива старшеклассников, а когда-то это был лагерь комсомольского актива. Вот буквально в это воскресенье, 3 ноября, у нас есть такая традиция. В первое воскресенье ноября закрывать рубиновский сезон и встречать новый. Мы встретимся на площади Ленина с ребятами для того, чтобы сказать «До свидания, Рубин 54». И в этом году у нас особая миссия, потому что мы встречаем юбилейный 55-й Рубин. А значит, это будет серьезная подготовка, а значит, это будут интересные конкурсы, а значит, это нужно собрать всех тех рубиновцев, первым из них уже сейчас за 70, кто в 65-м году приехал в качестве вожатого или в качестве ребенка, ну и тех юных, новых рубиновцев, которые приедут на следующий год. Наверное, вот это все связано с комсомолом. Давайте расскажем нашим телезрителям, о чем уникален Рубин. Теми людьми, которые в разные годы туда приезжали и приезжают сейчас, он уникален своей атмосферой, потому что многие родители, когда первый раз отправляют ребенка в лагерь, затем удивляются, как можно было за две недели работы в лагерь так сильно изменить ребенка. Но это действительно происходит, потому что ребенок попадает в атмосферу заинтересованности в себе, атмосферу, когда можно быть самим собой, когда можно продемонстрировать свои способности и когда можно очень многому поучиться. Потому что наш лагерь учебный, цель лагеря – подготовка активистов для школ, и поэтому у нас целый блок, такой очень серьезный учеб. У нас работает школа организаторского мастерства, у нас проходит очень много интересных встреч, мастер-классов. Мы учим детей коммуникабельности, мы учим детей социальному проектированию, мы учим детей организовать общественные организации, и актерскому мастерству, и ораторскому мастерству. То есть мы даем те знания, которые ребятам помогут быть интересными для своих сверстников. А если говорить об известных людях, кого из Рубина, из Комсомола мы можем знать? Я думаю, что все, наверное, знают Светлана Григорьевна Гарамова, которая до сих пор возглавляет музей школы номер 7. Одна из тех людей, которые закладывали основы этого лагеря Рубина, она работала в первых Рубинах. Наверное, многие знают Елену Ивановну Буняшну, директора филармонии, которая была и ребенком, и затем была старшим комиссаром в лагере. Наверное, многим известна Марина Викторовна Есенина, художественный руководитель театра на Соборной, которая свои первые спектакли в 16 лет поставила именно на Рубиновской сцене. Наверное, кто-то помнит Сан Саныча «Школа ремонта». Это известная медийная личность. То есть тоже свой первый опыт он имел на сцене Рубина, и он заложил те основы оформительского мастерства, которые есть сейчас. Затем в 2009 году звание «Золотой голос мира» получила Екатерина Щербаченко, сейчас солистка Большого театра, которая тоже в свое время была ребенком. Но и сейчас я могла назвать очень-очень много людей, потому что очень много руководителей различных предприятий, очень много педагогов, директоров школ, очень много людей творческой профессии. Какой еще деятельностью вы занимаетесь? Мне, наверное, очень повезло в моей жизни, что вот моя работа, которой я занимаюсь, и моя общественная деятельность, на которой иногда остается время, но они как бы идут рука об руку, потому что всю свою жизнь я занимаюсь воспитательной работой, я занимаюсь молодежью. Когда-то я работала 16 лет в школе номер 9 города Рязани, заместителем по воспитательной работе. Это было прекрасное время, это было непростое время, 90-е годы, начало 2000-х, но очень было интересно работать с ребятами. Ну а сейчас в Комитете по делам молодежи я занималась патриотическим воспитанием, но сейчас одно из моих направлений работы – это воспитание. И вот буквально вчера мы провели такое знаковое мероприятие, форум для заместителей директоров по воспитательной работе, потому что воспитание – процесс такой очень быстрый и быстро меняющийся. А самое главное, что в нем задействованы и родители, и дети, и педагоги. Меняется жизнь, меняются подходы. И вот вчера мы на шести дискуссионных площадках с педагогами говорили о том, как нужно изменить, как нужно, потому что все-таки сейчас самое главное, это не то большое количество мероприятий, которые есть в каждой школе, но главное – найти личностный подход к каждому ребенку, понять, что его интересует или что его тревожит, помочь ему справиться с трудной жизненной ситуацией. Вот это то направление, которое будет в ближайшие годы, оно должно быть. Мы должны видеть каждого ребенка для того, чтобы вовремя кого-то подстраховать, кому-то дать толчок к развитию, в ком-то рассмотреть какие-то интересные стороны. Вот вчера был такой очень серьезный разговор. Поэтому очень много. Плюс, что касается работы, это еще и летняя оздоровительная кампания, когда тоже сейчас предстоит подвести итоги этого года, наметить планы на следующий год, чтобы детям, которые приезжают в наши лагеря, было интересно. Если сравнивать раньше, каким комсомол было и каким сейчас, что осталось неизменным и что поменялось? Ну, вы знаете как, я думаю так, что комсомол как таковой сейчас проект такой организации уже сейчас нет. Но есть множество других организаций, которые появились. Это и Российский союз молодежи, те, с кем непосредственно я и по работе, и по общественной деятельности. Это и российское движение школьников, которое уже в течение трех лет активно работает на школах. Это юноармейское движение. Но, наверное, знаете как, вот во все годы и тогда в комсомоле не все же были одинаково активны. То есть вот есть часть ребят, молодых, подростков, молодежи, которые очень активны. Это те, которые берут ответственность на себя за других. Это было в комсомоле, это есть сейчас. Это самое главное, потому что если вот есть такие интересные ребята, которые ведут за собой в позитивном направлении, потому что ну и сейчас ведь многие вещи, которые были тогда в комсомоле, они у нас сохранились. Те же звездные походы, в которые у нас отправляются студенты. Это студенческие отряды строительные. Это же тоже все было в комсомоле. Те же лагеря. Ведь кроме рубин у нас есть лагерь пламя, но у нас есть лагерь профессионал для ребят, которые обучаются в среднем учреждении, в колледжах и техникумах. То есть это вот то, что было сохранено. И это замечательно, потому что традиции, все равно на самом деле они все это сохраняются. Вот самое главное и сейчас, и тогда мы пытались и в комсомоле, и сейчас. На первом месте, наверное, это вопрос патриотического воспитания. Сейчас очень остро стоит вопрос формирования здорового образа жизни у нашего подрастающего поколения. Потому что необходимо как можно раньше ребятам внушить, что это главное богатство. Здоровье – это главный богатство. К сожалению, мы все понимаем, это уже значительно позднее. Это интересные творческие проекты. То есть, ну, на самом деле, я считаю, что много было интересного, хорошего тогда. Много есть сейчас. Просто сейчас вот все наши детские и молодежные организации, они не столь многочисленны, да, и они только еще формируются. И, конечно, ну, я бы хотела сказать, что сейчас вот тем же подросткам, молодежи найти себя, определить, ну, немного сложнее. Потому что мир другой и время другое. Есть очень много того, что завлекает нашу молодежь. Вот, например, если мы раньше всегда общались, и было прямое общение, да, то сейчас мы знаем, насколько дефицит общения, когда порой подростки, сидя на соседних партах, общаются в телефоне, а не в живую. Вот я считаю, что сейчас, конечно, дефицит человеческого общения. И не только у молодежи, и у родителей с детьми. То есть, как-то мы вот у каждого дома по гаджету, и каждый в своем гаджете. Конечно, беспокоит то, что ребята этим сильно увлекаются, и они теряют вот эту грань между жизнью виртуальной и жизнью реальной. Иногда, ну, совершают поступки совершенно вот, ну, сложные для них. Ну, и плюс, к сожалению, сейчас вот этот дефицит общения приводит очень часто к чему. Иногда подростки остаются наедине со своей проблемой. Родители заняты на работе и считают, что раз они обеспечили материальные блага, то все у ребенка хорошо. Не всегда педагоги видят проблему конкретного ребенка, и дети замыкаются, и не могут справляться с вами проблемой. Поэтому очень важно вот, чтобы те же детские и молодежные организации, чтобы все это развивалось, и чтобы в каждой школе вот была такая атмосфера, которая бы видела каждого ребенка и помогала вот этому ребенку найти свой талант. Потому что ведь, ну, кто-то талантлив в учебе, кто-то в спорте, кто-то в творчестве. Но самое главное, вот раскопать этот талант у каждого ребенка, с тем, чтобы он смог себя реализовать, и с тем, чтобы он мог добиться успеха в жизни. Какие у вас еще планы на будущее? Да, планы на будущее, это самый главный, наверное, план на следующий год, это отпраздновать 55-летие Рубина. Потому что я понимаю, что это очень серьезно. Вот к 50-летию мы написали книгу общими усилиями вожатых разных лет. А сейчас мы готовимся, и тоже очень много замыслов, но какие-то мы объявим ряд конкурсов, это будет 3 ноября. Ну, а затем начнем по всей стране собирать наших ветеранов с тем, чтобы они запланировали в начале августа приезд к нам в лагерь, общение, встречу, во-первых, со своими друзьями. Это очень трепетно, но на самом деле, действительно, это уникальная вещь. Когда люди в лагере были 20 дней, сейчас 14, но вот это они пронесли через всю свою жизнь, и до сих пор дружат, и до сих пор общаются. Вот это, конечно, уникальная вещь. Где мы можем познакомиться с историей комсомола? Ну, с историей комсомола нашего, Рязанского, у нас есть музей, музей истории молодежного движения на улице Свободы. Там есть и постоянная экспозиция, посвященная детскому движению на территории Рязанской области. Ну, и плюс постоянно проходят выставки. Вот в том году они сделали прекрасную экспозицию к 100-летию комсомола, потому что ровно год назад мы отмечали 100-летие комсомола. Поэтому я так думаю, что наш музей – это достойное место, где можно узнать что-то новое о том, какими в юности были бабушки, дедушки наших сегодняшних подростков. Может быть, и прабабушки, и прадедушки. Какие интересные дела. Кто-то ездил из них на Целину, кто-то строил БАМ, кто-то работал здесь, на наших местных комсомольских стройках. Но тогда абсолютно большинство молодежи были вовлечены в эту позитивную деятельность. Это было замечательно. Что касается дополнительного образования, какая работа здесь проводится? Вы все знаете, что в 2017 году мы получили федеральную субсидию. У нас открылся технопарк, где сейчас ежегодно занимается почти тысяча детей техническим творчеством на современном оборудовании. Это очень интересное наше учреждение, где, ребята, занимаются робототехникой и IT-технологиями. И придумывают летательные беспилотники, вот эти беспилотные аппараты. И нанотехнологиями занимаются. В декабре месяце мы открываем еще одно инновационное учреждение дополнительного образования, это IT-клуб, где школьники, старшеклассники будут обучаться программированию. В ближайшей перспективе через два года у нас должен появиться центр работы с одаренными детьми по типу «Сириуса» в нашей области. То есть, ну вот сейчас очень много средств уделяется государством на то, чтобы детям было интересно не только в школе в учебное время, но и во внеурочное время, чтобы у каждого было занятие по душе. Вот на следующий год у нас появится в нашем технопарке мобильный технопарк, что даст возможность современным техническим творчеством заниматься детям из отдаленных районов нашей области. Это мобильный технопарк, это такая специальная машина, которая будет ездить по районам нашей области. Мы очень рады, что это все у нас появилось, потому что это, я считаю, что такой произошел очень серьезный рывок в развитии нашего дополнительного образования. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова